Спонсор программы Капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Федерация парусного спорта Самары выбрала нового президента. Им стал Владимир Каткасов. В этом году в организации происходит модернизация, увеличивается количество соревнований, привлекается молодежь к занятиям яхтингом. Планируется создать городской яхт-клуб, который должен объединить все парусное сообщество Самары. Идея, с которой я выходил на конференцию нашей федерации, я считаю, что это перспективная такая вещь. И ей непосредственно буду заниматься в ближайшее время. Это набережная города Самары в границах улиц Венцика и Вилоновской. Место под этот яхт-клуб есть. Поэтому заинтересовать власти буду пытаться. При советской власти яхтсменов поддерживали заводы, профсоюзы, институты. Лодки с парусами покупали они. В одном клубе было по 200 яхт. Оптимисты, кадеты, финны. А клубов в Куйбышеве было 9. Федерация насчитывала почти тысячу спортсменов. Сейчас статистика удручает. Только один клуб тренирует детей. В трех занимаются взрослые на крейсерских судах. Всем желающим яхт не хватает. За границей покупать дорого. Выход один. В Самаре нужно открывать собственные верфи. Спортом должно заниматься государство. Как я пишу в своей книге, спонсоров на всех не найдете. При городском яхт-клубе сразу же будет мастерская. Губернатор пообещал и даже дал задание. Давайте, готовьте материалы. Построим яхт-клуб олимпийского уровня. Молодые самарские яхтсмены гоняются на международных соревнованиях. За сборную России выступает 8 человек. А для начинающих и продвинутых спортсменов в этом году в акватории Волги пройдут два десятка соревнований. Самые известные регаты – это мемориалы Высоцкого, Лукачева и Мясникова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин